друзья это мой второй выпуск из питера 1 был про невский проспект главную улицу города посмотрите если не видели его сегодня архитектура барокко классицизм неоклассицизм все это про питер и из питера сегодня в буквальном смысле мы полезем на крышу исаакиевского собора узнаем как связано питерская и римская архитектуры напоминаю что у меня есть еще второй канал с вам с дюкейшн про зарубежное образование если вам интересна учеба за границей обзор на учебные заведения в разных точках планеты заходите и подписывайтесь вообще что такое классицизм что-то схожее со словом классика от латинского classicus образцовый по сути стиль представляет собой мировоззрение отражающее красоту целостность простоту и ясность причем здесь classicus изначально такие идеалы находились в античном искусстве что и было взято за образец отец классицизма итальянский архитектор андрео палладио в эпоху возрождения вместе с коллегой винченцо скамоци изучал архитектуру древнего рима и заимствовал ее принципы в современном строительстве русской культуре классицизм имеет особое значение так как с его помощью стало возможным прикоснуться к европейской атмосфере именно в европе сперва был особенно популярен данный архитектурный стиль неоклассицизм еще один стиль что делает приставка нео с классицизмом помните него в матрице нет он здесь ничего не делает и киану ривза на этапе зарождения этих стилей в помине не было а то он бы моментально стал фаворитом какой-нибудь королевы не у значит новый то есть неоклассицизм это новый классицизм в чем основное отличие споров много среди архитекторов но давайте включим логику классицизм и заимствование древнеримской архитектуры конечно опиралась на образы мифических героев представьте работа микеланджело рафаэлла греческие атлеты мифологические сюжеты неоклассицизм тоже опирался на древнюю эстетику рима и греции его целью было возродить и удержать классическую гармонию в постоянно меняющемся мире но в образах начинают присутствовать современные личности часто портреты если классицизм был как правило госзаказом то есть использовался монархиями чтобы показать силу мощь то неоклассицизм это изначально не госпрограмма а частные заказы стилизация под старину с использованием и заимствованием современных техник и деталей мода своего времени отдельного внимания заслуживает барокко петербургский барокко некоторые называют петровским но это очень субъективно петр первый заимствовал европейские идеи но многое просил сделать на свой манер что тоже характерно для многих правителей интересный пример петергоф кто бывал в европе петергоф кому-то может напомнить что-то свое во первых во времена петра он был значительно меньше потом к нему достраивали в этаж крылья чтобы сделать его больше и постоянно перестраивали жить с размахом разве монархии вы запретите нет не запретите сначала одни говорят сделайте мне декор везде хочу дорого-богато потом приходят другие говорят уберите декор что вы тут по налепили в общем суть понятна примеры барокко в санкт-петербурге летний дворец петра первого меньшиковский дворец петропавловский собор эрмитаж чё касаемо жилья ребята я в питере оставался в гостиницах оставался в небольших квартирах арендовывал квартирки на время своего пребывания и сейчас я тоже арендовал через сайт вот эту квартиру вот эти апартаменты что я могу сказать меня полностью устраивает все это дело то есть я со своим вкусом какой бы он ни был нравится он вам или не нравится мне все это дело от нравится считаю что она полностью удовлетворяет все мои потребности во первых она большая это раз то есть я не учусь но у меня цель была такая даже квартира была большая что было несколько комнат чтобы было можно было разместить и меня одного но еще кого-то в дней значит и когда я работаю чтобы вся моя семья могла здесь что-то делать кашеварить это гостишки все-таки когда особенно едешь с детьми на какой-то срок там ну как правило кухонь нет это только рестораны кафе но что такое дети вы сами знаете это первый момент второй момент который мне нужен был это место это локация и идеально то есть вы сами все видите значит находится от метро 7 от невского тоже самое достопримечательность но если вы вышли на невский проспект то там уже центральная улица города там уже куда хотите рукой подать то есть здесь когда находишься не на этом балконе и на этом балконе в этом в этой локации то до любых достопримечательностей можно добраться пешком я даже машину вот первый день не трогал вообще что еще архитектура класс вот эти фасады зданий вот эти улицы я просто балду от этого от всего мне это очень нравится конечно можно как бы снять какой-то современную какую-то квартиру да но это уже не то вот я именно хотел вот почувствовать эту всю питерскую атмосферу и йогата парадные вот эти лестничные клетки вот это вот все ну круто а ну еще что очень важно я не брал ни полотенца не ничего то есть здесь арендуя квартиру нужно с собой ничего тащить здесь были наборы для того чтобы почистить зубы полотенца здесь посудомоечная машина здесь есть турка для того чтобы варить кофе ну просто супер полностью все комплекты белья на всех когда представляешь себе санкт-петербург то в голове появляются образы у каждого свои дворцы улицы бары меня санкт-петербург всегда ассоциировался с исакевским собором в одну из своих первых осознанных поездок в санкт-петербург я оставался в гостинице асстория это была моя короткая рабочая поездка я был в питере но времени у меня не было ни на что только на исакевский собор и так исакевский собор расположен на одноименной площади один из самых крупных православных храмов в городе да и в мире с 1928 года имеет статус музея современный храм на которой мы смотрим это четвертый собор первые два собора в не уцелели они были деревянными располагались близко к неве которая регулярно разливалась третий собор построили немного дальше от невы нынешний исакевский собор стал четвертым храмом воздвигнутым на этой площади только первоначально храм выглядел совсем иначе автор проекта современного собора архитектор французского происхождения проживший 40 лет в россии анри луи агюст рикар де монферран курировал строительство сам николай первый высота собора чуть больше ста метров украшают его монолитные гранитные колонны их здесь 112 облицовка стен выполнена русский альским мрамором светло-серого цвета русский ало это в карелии там сейчас парк очень советую посетить некоторые отрезнувшие плиты были заменены на итальянский мрамор бордило здесь более 350 скульптур на тему иисуса христа сцен из его земной жизни и страстей господних скульпторы витали клод логановский мр технологии которые применялись для строительства для тех времен были новейшими именно они и оказали главное влияние на последующее развитие архитектуры в 19 и 20 веках виталия Продолжение следует... Продолжение следует... На барабане располагается 12 огромных окон, а на колоннаду можно подняться с помощью винтовой лестницы в 200 ступеней, откуда открывается панорамный вид на город. Продолжение следует... В 1858 году после официального открытия храм постоянно нуждался в ремонте, пристальном внимании мастеров. Из-за этого строительные леса долгое время стояли неразобранными. Петербуржцы к ним так привыкли, что родилась легенда об их связи с царской фамилией. Люди верили, что пока будут стоять строительные леса, будет и править династия Романовых. В этом есть практический смысл. Ведь постоянный ремонт требовал огромных затрат. А средства выделяла именно царская казна. Собор освободили от строительных лесов в 1916 году. А в марте 1917 года произошло отречение от российского престола императора Николая II. Господи, силою Твоей возвеселится царь. Эта фраза размещена на фризе северного портика. Она же основное выражение идеи всего здания. Здесь на фронтоне северного портика на рельефе изображен воскресший из гроба Христос, по бокам от которого ангелы. А на южном портике можно увидеть Марию и Младенца, которые сидят на троне в окружении волхвов. Почему такое необычное название Исаакиевского собор, либо Исаакиевская церковь? Дело в том, что Петр I родился в день памяти святого Исаакия Далматского. И это византийский монах, живший в Таттенокле в IV веке, и становится небесным покровителем Петра I. Отсюда название собора Исаакиевского. А вот на этом рисунке мы уже как разбирали третий собор, на месте которого строили четвертый, в котором мы сейчас с вами находимся. Но особое удивление у современников в то время вызывала установка вот этих вот гранифельных колонн. Мы когда подходили к Исаакию, видели, да, эти величественные колонны. А каждая колонна – это цельный кусок гранита. Отдельно про установку колонн. 1 апреля 1828 года в Санкт-Петербурге была установлена первая колонна Исаакиевского собора. Представьте значимость события, если в ней участвовали члены царской семьи, почетные гости и иностранцы. Колонны начали устанавливать до того, как принялись к возведению стен. Первую, весом 114 тонн, установили всего за 45 минут. Ее поднимали 16 кабистанов, по 8 рабочих на каждом. Кабистаны – это специальные лебедки с вертикальными барабанами. Параллельно добывали гранитные монолиты для колонн. Напомню, в Петербурге тогда были болотистые почвы. Монферран уделял особое внимание созданию прочного и долговечного фундамента, в основании которого были вбиты 10762 сваи. Только на создание фундамента ушло в общей сложности более пяти лет. В натуральную величину леса были 22 метра в высоту. При помощи таких лесов поднимали и устанавливали тяжелые гранитные колонны. Конечно, вот эти леса – это уникальная инженерная разработка, которая позволила поднимать эти огромные тяжелые колонны. Здание Исаакиевского собора являлось самым дорогим храмом Европы XIX века. Казна выделила на его постройку примерно 23 миллиона рублей. В то время средняя зарплата рабочего была 25 рублей в месяц. Я провел небольшие калькуляции, и у меня получилось, что по нынешним деньгам это было бы 46 миллиардов рублей. Для сравнения, парк Галицкого обошелся Сергею Галицкому в 4 миллиарда. Зарядье обошелся в 14 миллиардов. Эту информацию я нашел в открытом доступе на страницах Forbes. По некоторым данным, даже американцы так воодушевились нашим Исаакиевским собором, что бессовестно стырили идею и возвели купол Вашингтонского Капитолия в стиле петербургского храма. А в библиотеке Конгресса США были найдены документы, в которых подтверждается, что архитектор Капитолия использовал чертежи Монферрана. Вы можете попасть в Исаакиевский собор, то есть зайти внутрь, что в принципе логично, и вы можете также подняться наверх на колоннаду, и туда, и туда вам придется покупать билет. Наверх стоит 350, внутрь стоит 400, но определенно, если вы здесь, я вам определенно рекомендую сделать это, пройти, потому что Исаакиевский собор, но это уникальное сооружение не только для Питера, для России, но и для мира в целом. Внутри вы можете взять экскурсию, и эта экскурсия бесплатна. Там сразу же гиды, каждые 15 минут они запускают свой этот тур по Исаакиевскому собору, рассказывают, как его строили, как откуда добывали материал, как это все делалось с точки зрения инженерии. В общем, абсолютно моя рекомендация вам посетить. Ну и, конечно, красота просто фантастическая. А, и, кстати, напротив меня вот эта арка, вот это красивое здание. Это президентская библиотека имени Ельцина. Это я просто на здании сейчас, в принципе, прочитал. Я не знал, что оно здесь существует, стоит. В общем, библиотека. Если вы любите читать, вот вам она. И в Питере, кстати, много классных, крутых, красивых библиотек. Ребята, по статистике мои видеоролики 90% зрителей смотрят без подписки. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Так вы чаще будете видеть подобный контент. И обязательно пишите в комментариях, на какую тему вы бы хотели увидеть следующий выпуск. Мы с командой читаем все комментарии и выбираем самые классные идеи, на которых снимаем выпуски. Ставим лайк, подписываемся, пишем тему. Я вам также обещаю, что в следующих выпусках мы будем дарить классные призы и подарки. Наши партнеры из-за рубежа отправляют нам классные всякие штучки, которые мы будем дарить вам в следующих выпусках.